Субтитры делал DimaTorzok Также хотел бы сказать, что о проекте «EdgeRuffGuard» в альбоме «Диск Гармония» Там произошла небольшая ошибочка И на этом диске «Сплите» с альбомом «Alius» проекта «Incest» «EdgeRuffGuard» в «Диск Гармония» И тут только два трека в стиле «Ambient» «Козел отпущения» и трек «Диск Гармония» Сейчас в этой серии «Metal TV» Ты услышишь много чего интересного О «Молохе» О «Нарубе» О многих музыкантах О «Гургапсе» О «Молохе» О «Молохе» О «Молохе» Тексты я не подготавливаю Я сценарий не пишу Которые видео Я Не вырезаю Ни монтаж Вот это когда Потом голова такая И хочется спать нахер вот у меня все спонтанно без всяких монтажей вот если какие-то идиоты там снимаете на меня видео если я узнаю о них вот я тебя вас поймаю и убью нахуй вот все так как говорится как петя сказал основатель группы pain и хипокрисии и проекта еще в суд если бы не писал музыку я бы убивал людей подписывайся на мой канал ставь лайки включай колокольчик пока пока но еще если кто-то захочет мне подрезать волосы заявляю убью нахуй блять и на трупе напишу во имя сатаны блин пока пока тебе приветствует койхол и очередная серия металл тв сегодня мы поговорим о моем он выходил на кассете и опрессию макс рекордс 90 каком-то году не помню тизер я рассказывал уже что с ним случилось это переиздание на депрессию на депрессию нужен рекордс поймал такой есть украинский сейчас я это кассета это первый репресс на кассете через ну во сколько лет в 2016 году вот так выглядит дизайн дизайн придумал мой трюх с проектом молох Сергей Федоров сам вот он мне помог логотип разработал блат давно-давно это было 90-е годы еще кстати хотел бы сказать немного о проекте Angel of God сейчас 2019 год сейчас он смотрел события пятница 13 в испании потопы то что я пел в своих песнях еще в 90-х годах все сейчас сбывается а не в бога что поделаешь что ж ты за бог такой который наказывает вот как раз покажу что вы обложку альбома это сплит в предыдущих роликах я рассказывал о сорвете Angel of God с альбом Disgarmonia это сплит и как раз на этом сплите половина альбома Disgarmonia Red Angel of God и полностью можно сказать EP шлип 22 минуты 20 секунд альбом Alias Red Incest у меня два проекта Incest один в стиле Rollback Metal там один единственный альбом Lucifer но о нем я расскажу позже вот сейчас я рассказываю о проекте Incest вот сейчас и играет кстати записывал я его еще использовал клавиши записывал на Zoom 505 там примочка гитару использовал по-моему и Банес и Джексон бас-гитару использовал по-моему Agadent примачивал ее возможно я не помню вот это самое клавиши брал у знакомого мел какие-то аргонимные клавиши не помню я их примачивал через 505 и получился очень даже аппетитный клавиш ну в этом смотрите на данном ролике фото флайдшоу посвященный этой 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 кассете и диски ну диск уже короче все в этой серии все вот так вот вот так вот вот и использовал для машины Agnesis ее у нее нет вот ну вот вроде все я рассказала одна песня сыграла две интро сыграла и одна песня вот вот ну в принципе еще можно рассказать что-нибудь что еще можно рассказать огромная благодарность моему другу Сергею Федерсону ссылочка на его канал сейчас появится вот вот огромная благодарность что он издал мои проекты и помог некоторым некоторым с обложками с дизайном поэтому ему огромное спасибо вот сегодня у нас конец сентября ну пускай играем даже если вот сука эта песня называется bitch сука твою твою имя твою или нет а нет эта песня не сука она ぇ сука на стороне ба это песня называется эом как а там это дэн б а не submitar Это предыдущая песня создавалась. Короче, не важно слушать и наслаждать, ведь я тоже буду слушать и убалдеть. Так что, этому проекту я посвящаю как раз этот выпуск будет. Еще раз скажу, о чем-нибудь интересном, о своих планах. Есть у меня план, есть у меня план. У меня всегда есть план, но у меня лично натура. Я не курю травку, нет, это таки вот надо. И не пью, да, я, кстати. Если я пил и курил, я бы уже был на том свете, как некоторые гении. Надо уметь себя остановить вовремя. Слава это такое дело, блядь. Харьковские у нас тут, кстати, да, смотрят и смеются, смеются. Да, вы ж очень сильно. Вы уже давно все спились, скурились, блядь, и забыли, что такое музыка, и начали заниматься потреблядством. Так что, блядь, ехать смеяться вот там, блядь. Выдловы, короче, все, блядь, чуваки. Я вас не уважаю. Потому что вы предали аэроконрол. Аэроконрол предали. Понял? Кто-то уехал жопу мыть в Польшу, Чехию. Что? Слабо было тут на нашей земле, блядь. Те же деньги, которые вы вложили, блядь, загранпаспорта в поездку. Можно было бы месяц продержаться, ничего не покупать у этих пидоров, блядь, нахуй. И перевернуть все, вернув, и устроить порядок, который нам нужен. А вы выбрали другой пункт. Умыть жуку, блядь, чтоб помойки не было, блядь. Короче, блядь. Вот что можно сказать про нас. Уехали, блядь. Бросили все. Начали заниматься бизнесами, хуизнесами. Короче, теория успеха это такое дело, блядь. Ну, вот, многие потом, в конце жизни, я уверен, придут и будут думать. Вот, блядь, нахуя, блядь, я понакупал, зарабатывал там эти деньги, эти бабы, эти машины. Все равно их с собой не заберу, блядь, ёблядь. Лучше я музыкой занимался и тварью, блядь. Вот. Сейчас я доработаю над, ну, как песнями. Проекта Торнопарт, в стиле Death Metal. Вот. И, по новому, Хиги Вальд. Новый альбом будет... Сначала будет... Миньон. Ой, сначала будет сингл. Потом, наверное, Еврея. А потом уже полноформатный альбом. Вот. Такой радикальный, такой, Блэк Мэтал, без всяких сопливых клавишек. Блэк Мэтал, без всяких поющих переборчиков, блядь. Короче, блядь, мясо. В стиле Immortal. Последние альбомы. Ну, типа такого что-то, да. Ну, может быть, там что-то местами на Драктрон похоже, блин, кто-то скажет. Еще на что-нибудь там, на Бехарит, на Безери, что-то там, блин. Ну, я, честно говоря, слушаю только Immortal, Satiricon, вот из таких неизвестных команд, блин, там. Дима Бургер, блядь. Хайт Форест иногда слушаю, вот. Из наших, отечественных. Кстати, вот закончилось уже. Перемотаем, вот. Слушаем вторую сторону, а я вам буду рассказывать. Ну, вот, блядочка перемоталась, слушаем вторую сторону. Вот, сука. Быстро сука. Тексты написал Чик Райбель, это мой друг, с которыми учились полностью тексты все его. Песня посвящена всем блядям, которые продают свое тело за деньги, за вещи, за красивую жизнь. Бляди, бляди, бляди. Все проститутки, бляди. Музыка моя, ясное дело. Кассета продается только на Deprissive Fusion Ego, с тиражом 66 копий. Их уже разошлось много. Всех моих кассет разошлось очень много. По всему миру продаются в разных странах, в разных магазинах. Могу пойти. Это моя авторская кассета. Единственное, через лет она не продается. Это в моих коммерциях. Музыка. 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 Сука, имя твое. Сука, имя твое. Сука, имя твое. Сука, имя твое. Вот. Так, сейчас будет песня. Это песня посвящена всей хопникам. Ну, качество кассеты, конечно, вы извините, хреновое, но качество на диске совершенно идеальное звучание. Потому что я записывал в студии. Вот. Вот, это самое. Целиком альбом я может размещать и не пут, а может размечу в целях ознакомления. Как будет свободное время, тогда это и сделаю. Вот. Кстати, еще группу для совместного выступления. На двадцатилетие моего проекта Торнапаркс. Кстати, продаю барабанчики. Вот эту Медиклаву продаю. Медиклава пятьсот гривен, вот это тысяча сто гривен. Ну, можно поторваться в идеальном состоянии. Вот. Можно сказать, новое. Баночки новые. Вот. Я ими не пользовался. Так, чуть-чуть побарабанил там и записал проект Freedom. Часть вещей. Ну и так. Короче, в идеальном состоянии. Вот. В далечии. Ну, а это я не продаю пока. Это мой учитель, можно сказать. Тут и есть метрономы, и барабанчики. Эта штука не нужна. Я ее применяю. Ну, да. На данном альбоме у этой штуки мне еще не было. Эта штука у меня появилась в 2007 году. Покупал ее в магазине «Мелодия». Еще в подвале, когда она была. Вот. Сейчас скажу у кого. У бывшего гитариста Нактёрного Моро. Фамилию не помню. Там классный был когда-то у него у Гапона. Соло-гитарист этот. Первый был на соляке. Потом он, этот чувак организовал руку. Твой Лайт Фэлл. Да. Вот он сделал единственный альбом в своей жизни. Что-то там. Энергия души. Да. И слушается этот альбом, как сборняр какой-то. То есть там, как бы, нету концептуальной какой-то идеи, блин, как бы. Ну, Гапс, например, за 15 лет издала первый, наверное, свой последний альбом. Все. Группы-то, наверное, уже и нет. То есть это и безусловно. Не видно. Да и вообще там, честно говоря, чуваки, я помню в ВКонтакте еще, можно сказать, в ВКонтакте общался и видел. Типа они должны были ехать, выступать, а этот самый, как его, экзумер этот, экзумер этот взял меня, забанил кого-то. Да, хуя, нахуй ты нужен, блядь. И вообще ты, блядь, не рок-музыкант, блядь. Если ты ради тура, бля, между, сделал выбор в сторону работы, блядь, ты какой-то, нахуй, блядь, рокер, ёб твою мать, блядь. Чего, ну, попсорик какой-то, блядь, получается. Я, блядь, сюда жертвую работами, хуё, хуётами, блядь, ради идеи, блядь, музыка, эконрол, блядь, жив. Благодаря нам! Вот. Если ты её не будешь делать, поколение закончится у нас, и всё, и люди, толпа, вот, вернётся от тебя и будет слушать мам всю историю сегодня. Попсорик. То есть она будет кругом, одна попса, попса. Всякие эти ниггеры вонючие, блядь. Всякие ебеными, хуеными, блядь, блядь. Мыдло, короче, всякое будет вокруг. Вот. Поэтому надо прейд, рок, металл. Это мой напутствие тебе. Тренируйся на барабанах. Кстати, на Лыксе размещено объявление. Оно сейчас в архиве. Багда. Уроки на ударных инструментах. Основные рисунки. Сейчас стоит 200 гривен. Рекомендую. Я у него учился на барабанах. Рекомендую учиться на барабанах. Что за люди, ёбкинь, блин, а? Ради, блин, денег и каких-то шмоток крутых. Готовы, блин, пожертвовать своей жизнью. И быть рабом этих бредовых вещей. Вот надо что творить, создавать, записывать. Ну, выступать тоже хорошо. Но выступать сейчас не с кем получается. Получается, это чисто студийный проект. То есть, One Man Project, как бы у меня говорил. One. Incest. У меня, короче, One Man Project, это, получается, это почти все проекты One Man Project. Нет. Проекты... Сейчас скажу лучше так. Израил Гатт, One Man Project. Борнапарт, это не One Man Project, но студийный проект. Израил Гатт, это тоже студийный проект. Потом у меня... Какие-то общие альбомы. На Мангуси что-то было. За два. Циклик Бенч. Это Релакс Эмбент. Альбом, кстати, тоже эти посолюшные рекорды. Я позже расскажу. Тоже студийный проект. One Man Project. Доминион. Один альбом в стиле Real Black Metal. Второй экспериментал Black Metal. Два альбома. Это Доминион проект мой. Тоже студийный, чисто. Freedom. Дом. Студийный проект. One Man Project. В стиле Нойз, Хоррор Нойз. Гатт Сэнджер. Это из единственного альбома 2000 года. Это Депрессив Дум Бэтал. Человек. 14. Через зум-то суть врата врата слоя. Атмосфера наедакива. Атмосфера наедакива. Атмосфера наедакива. Подписывайся на мой канал. Ставь лайки. Подписывайся на мой плейлист. Инцест. Сейчас ссылочка появится на него. Подписывайся на мой канал. Ссылочка сейчас тоже появится. И подписывайся на плейлист. Промо. Когда-нибудь я измечу сынком этот альбом в качестве аудио серии. Это всего лишь кассета. Пока-пока. Подписывайся на мой канал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...